А ты знаешь Олимпельна? Да, крутой чел, я подписан. Я тоже. Привет! Сегодня мы собираемся ответить на вопросы о первой части обновы пещеры и скалу, и в этом видео мы поговорим о блоках. Давайте ответим на вопросы. Какие блоки добавили в первой части обновы? Несмотря на то, что это обновление делится на целых три части, оно очень большое. Как вы можете тут заметить, мы добавили 91 новых блоков. Большинство из них будет генерироваться натурально и не будет тупо висеть в торческом инвентаре. Лично мне очень нравятся блоки рыхлого снега и больших падальщиков. Рыхлый снег сам по себе очень уникален. Вы можете туда упасть и замораживаться, что может быть очень забавно. А вот насчет большого капельного блока, это как легкая платформа. Если вы встанете на него, то он будет сгибаться и вы упадете, что может создать сбавные ситуации. Какие будут пещеры в первой части обновы? К сожалению, крупные пещеры, которые вы, наверное, видели нас на фронтах, будут только во второй части. Всё же, в первой части всё ещё есть некоторые существенные изменения. Мы оставили для первой части генерацию застрённых капельников и блоки капельного камня. Мы также доработали красивые пещерки аминтистов, ну и также светящиеся лишани, которые сделают тусклые пещеры более светлее, чем раньше. Глубина Ислани теперь находится в самых нижних частях мира, рядом с бедро. Но вы всё же сможете по прежнему найти все руды, которые генерируются в них. Шахты теперь тоже будут обновлены, и теперь будут висеть на цепях и стоять на опорных столбах. И, наконец, медь будет чаще генерироваться в новых шахтах. Какие новые руды в первой части? Итак, одно из самых больших изменений, которые мы упорно делаем, это изменение руд. Во-первых, мы полностью изменили все текстуры руд. Это было очень важным изменением для разнообразия. Некоторые дальтоники не могли различать руды с прошлыми текстурами. Что мне ещё нравится в этих текстурах, кроме разнообразия, это то, что придаёт характер каждой руде, что, как по мне, реально хорошо. Ко всему прочему, мы также внесли изменения к плавящимся рудам, таким как железо, медь и золото. Это изменение заключается в том, что из него будут выпадать необработанные руды, как предметы. Одним из самых лучших изменений является то, что чары удачи будут работать над железом и золотом, что значит, вы будете получать больше ресурсов, чем раньше. Что интересного о меди в первой части? По моему мнению, медь – это очень интересная руда. Начнём, пожалуй, с громоотвода. Это предмет, который вы сможете скрафтить, чтобы он смог притягивать молнии. Для меня это было очень полезно, потому что мой дом часто сгорает при попадании молнии. Теперь этого не произойдёт. Ещё одна уникальность меди – её отисленные свойства. Со временем медь будет ржаветь и менять цвет блока. Это заставит мир Майнкрафта выглядеть более реалистичным, что, как по мне, действительно круто. Ещё один предмет из меди – это подзорная труба. Она вам позволяет видеть что-то намного ближе на расстоянии. Как я буду добывать новые блоки в первой части, которые в пещерах и не встречались раньше? Итак, чтобы добыть некоторые блоки из пышных пещер, вы сможете находить мох в сундуках затонувших кораблей. Благодаря этому вы сможете распространить мох костной мукой, чтобы получить некоторые растения, которые растут наверху. Ко всему прочему, вы сможете находить светящиеся ягоды в сундуках шахты. Это позволит вам разместить виноградную лозу. Если вы получили азалию из кинха и немного костной муки, то вы можете использовать костную муку на азалии, чтобы получить мох. Наряду с этим, если вам нужны вещи из биомов, которые вы ещё не находили, можете купить их у здравствующего торговца. Что вам больше всего понравилось при работе над блоками первой части? Для меня самой интересной частью была работа с рыхлым теком, потому что у него уникальные свойства. Вы можете упасть в него и спрятаться, поэтому я думаю, что это потрясный блок. Моей любимой частью работы были изменения в рудах. Особенно тот факт, что теперь при добыче руд они выпадают как предмет, а не просто блоки. Это действительно захватывающее изменение. Это то, что всегда не хватало игре. Теперь мы добываем сурую руду и переплавляем её. И это уникальное изменение. И это очень необычно. Было действительно приятно работать над этим обновлением. И не терпится увидеть ваши отзывы. Спасибо за просмотр. Друзья, надеюсь, все понимают, что это простой перевод, не оригинал. На оригинал ссылочка в описании и подписывайся на их канал. И также на мой канал. Переведено я и звучу на канал Маленькой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok